Здравствуйте! Демонстрирую вам, как я собрал ось Y для 3D принтера Prusa i3. Все детали я или нашел дома, или купил в строительном магазине. Здесь ничего нет того, что можно было бы заказывать в Китае. Обращу ваше внимание особо на вот такие вот крепления из пластика. Я их вырезал, пытался найти в интернете хоть какие-нибудь размеры. Нигде нет, в основном все 3D схемы для распечатывания на 3D принтере. Но я вышел из ситуации, просчитал, и все достаточно хорошо, четко получилось. Так что, если будут вас интересовать такие вот крепления пластиковые, я вам размеры выложу на своем канале в YouTube. Потребуется 3 ролика. Вот их, кстати, пришлось заказать в Китае. Они достаточно недорого стоят. И очень быстро пришли. Также вот еще 2 подшипника. 2 гладкие направляющие. Размер у них 370 мм. Две шпильки резьбовые диаметром 10 мм. Длиной 370 мм. Две шпильки резьбовые по 200 мм. На одной из них я закрепил натяжитель ролика для управления натяжки ремня, зубчатого ремня. На другой стороне одна шпилька размером 370 мм. Вот, демонстрирую ее. Другая шпилька 200 мм. На нее закрепляем опору даже не закрепил опору для двигателя. Здесь будет уголок, на котором будет крепиться двигатель. NEMA 17. Ну, если я правильно произношу. Далее. Да, еще обращу внимание, что шпильки гладкие. Они размером 8 мм. Это обязательно. Потому что роликовые наши подшипники на 8 мм. иначе просто не подойдут. Шпильки, кстати, взял от коляски. Старой коляски. Мне достались такие вот несколько трубок гладких. Я их обработал наждаком мелким-мелким. И вот такие гладкие, яркие, красивые получились они. Еще хочу продемонстрировать саму поверхность рабочую. нагревательный стол. Вот такой вот. На 12 и 24 вольта. Достался он мне за 400 рублей. Получилось дешевле, так как отсутствуют провода, два светодиода и одно сопротивление, только ограничивающее. Я думаю, это невеликая проблема. Номинал можно посмотреть в интернете и все самому припаять. Вот такой вот нагревательный стол. Крепится он на фанерную поверхность. Схему также легко найти в интернете. Я сам вырезал. Вот крепление для подшипников. Отверстие для крепления. Далее. Крепится болтами и вот такими вот пружинками. Теплостойкие, термостойкие. Также заказал в Китае. Стоит недорого. В районе 60-70 рублей. За 10 штук. Их вам должно хватить. А в дальнейшем можно будет просто регулировать поверхность. Выставить уровень и отрегулировать. Чтобы все было идеально ровно. В принципе, все. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Буду рад вам помочь. Надеюсь, видео было полезное. Всем спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok